привет всем валера рыбак сейчас на рыбалочки выбрались будем пробовать сразу на джиг а потом на ночные воблеры но тут не в суть в общем нюанс такой ребята я смотрю фидерные видео набирает больше лайков чем чем спиннинговые поэтому ребята спиннингисты а ну-ка давайте чтобы у меня была мотивация больше снимать спиннинговых а не фидерастических видосов так что смотрим у меня тут сегодня назрела одна теория не знаю пройдет она прокатит или не прокатит у вас но она у меня прокатила так что уже на нескольких рыбалках и надеюсь и в этой смотр точка да огрызается как страшно хорошо уже дни ушел вот и сессию здесь саня а и а а а а а и а и и и и и и а ну уже отцепится вот такой кабан 10 7 а и и и и и я цеплюсь цей в обер шо я нашел ну да и собственно шо он по вес 2400 у меня тут один нюанс короче как у меня заболела одно время спина я стоять долго не мог и бросать я решил присесть и из-за этого у меня начались я начал из-за того что я присел ребят я не знаю почему так получилось я присел и у меня начались больше поклевки и на те воблеры причем на которые я вообще не ловил но а либо ловил но не на течение поэтому у меня тут созрела одна теория и я ее в принципе физически попробую обосновать почему воблеры когда мы проводим чем меньше и ниже угол между водой и вами тема воблер лучше работает это как по мне у меня начали воблеры даже некоторые работать которые у меня на течение вообще не работали например тот же работал zip baits orbit у меня плохо работал на течение может у кого-то он лучше работал но он у меня начал работать из сидячего положения ребят так вот я короче подготовился и начертил тут небольшую короче схематик ты не знаю вот зайдет она ну правильно я все сделал или нет но я в авиации работаю я изучал такую науку как аэрогидрогазодинамика и там всегда есть формулы и обоснования почему там самолет летает а лодка плавает и так далее и я тут начертил атакую схематик вот смотрите ребят это типа я спиннингист вот и бросаю стоя вот сюда это у меня воблер плывет тут у меня действует сила сопротивления воблера тут у меня действует на этот воблер сила притяжения земли масса на 9 и 8 короче вот а тут у меня угол альфа с которым я под которым я тяну ну естественно это сила вот с которой я тяну ну естественно вы тянете этот воблер с маленькой ну с маленькими оборотами он еле-еле плывет соответственно я вот думаю так это мое чисто мнение может у вас все по-другому воблер может сбивается со своей нормальной высоты игры то есть мы его заглубляем а когда мы его плавно тянем он у нас или проседает если он там суспендер или же фа плавающий всплывает так вот чтобы он шел нормально и на него действовала нормальная сила сопротивления это это чисто вот мое мы должны этот угол поменять на меньше то есть если сделать вот эту формулу сила сопротивления равна масса на 9 и 8 сила с которой мы тянем и синус угла альфа и на кс это я написал это плотность воды коэффициент плотности воды поэтому если чем меньше мы уменьшаем этот синус альфа тем больше вот это сила становится больше поэтому вот такая у меня теория созрела и в принципе я эту теорию вот сейчас на рыбалке и перед этим двумя рыбалками я вам покажу я доказал я практически всех судаков поймал так что присядьте и попробуйте не знаю у меня так вышло ребят практически ну 1 и только стоя поймал остальные я все сидя ловил и вот такая вот теория в общем сейчас посмотрите там что он у меня получилось а может я и вставлю где-то там в средине ролика но вот такая вот теория посмотрим может у вас тоже также получится хотя не знаю также ребята у меня некоторые новые воблеры сработали я их сейчас покажу меня далеко не надо я ребятки у меня вот тут коробочка и короче некоторые воблеры я их очень долго пытался разловить вот допустим вот с помощью вот этой присеста у меня получилось короче вот этот разловить это орбит ребят вот и еще у меня очень хорошо зачетно стрельнул воблер дай бог его найти блин это ребята сквырл вот он ребята его нашел долго не мог разловить пока не присел присел и разловил короче ребята сквырл шакаловский вот может будет видно не видно вот я его нашел на берегу спасибо кто потерял или зацепил ну в общем я его почистил он у меня разловлен теперь ну и еще парочку там если у ребята вот такие чигири ищем судака ищем это ночного джунгли джунгли зовут постоянно по таким чаярям за судаком ребятки вы угли хочешь поймать судочка ломись главное аккуратно ребята спиннин и разбирайте прежде чем лазить ох под джунгли воблер снимать и будет горе так что так и в комментариях немного очень писали там типа катушка какая ты ловишь ребята самая боевая у меня катушка ребята это вот дайвов римс потому что она выматывает меньше всего и всех моих катушек за один оборот не помню уже сколько но короче меньше всего и больше всего судаков я поймал на эту катушку это ответ на частые комментарии что там за катушка и так далее в общем ребятки вот так вот я сижу деревья надо мной много ну и в принципе вот так я сижу и делаем заброс можем локоть на колено и очень удобно даже крутить в принципе так с маленькими твичками сейчас камушки коса и ребята вы мне сейчас скажете все шоу типа наклони спиннинг так и лови короче но почему-то это так не работает и дистанция параллельно берегу у вас соответственно уменьшается если вы просто наклоните спиннинг поэтому я показываю как я ловил вот эти последние рыбалки я садился на камушек ребят делал заброс вот вложил руку на колено очень удобно короче вот и вот так вот прямо крутил при этом можно делать маленькие твичи причем вот как-то так сидя даже спиннинг у вас параллельно берегу ой параллельно воде поэтому не знаю то ли воблер начинает лучше играть то ли угол тот в общем я там еще в той формуле не учел угол атаки но я думаю он несущественно играет потому что каждый воблер он благодаря лопатки у него там задан свой угол атаки поэтому вот принципе как то так я практически всех своих судаков и поймал вот вы скажете наклони не а ребят не проходила вот именно вот так и я не знаю почему в общем попробуйте может у вас получится и напишите мне в комментариях если у вас получилось обязательно самая статистика сработала потому что это на двух рыбалках так про кота прокатила у меня по судакам если у вас прокатит обязательно мне напишите в комментарии и по крапивчик у ребятки обязательно чтоб копил ама там самые классные места когда ищешь судака надо залазить самые чигири потому что там где людно и то уже все там выбито подчистую и все точки запрессованы так что ребята ищите будет вам счастье так вот ребята я к чему это все говорил почему это сила сопротивления так важно у вас воблер идет в той глубине которую вы задали а еще один нюанс на него он прямо от у него сила сопротивления делать и некоторые воблеры которые плохо делают свой роллинг вот этот вот вот при этой силе сопротивления делают очень хороший ролик так что лайфхак пользуйтесь не знаю у меня зашло пробуйте и вы все валера рыбак был с вами небольшое видео подписывайтесь на канал и спиннингисты давайте не оставайте от фидеристов короче потому что видерные фидерные видео заходят больше и мне мотивации делать их больше давайте ставьте лайки и пишите комментарии не отставайте от фидеристов всего всем пока